Полетели первые головы. После того, как Одесситку на 3 миллиона гривен оштрафовали за машину на иностранных номерах, заволновались очень многие водители. Ведь по статистике в Одессе каждая четвертая машина – те самые евробляхи. Как избежать высоких штрафов и не нарушать закон, покупая машину за границей? Для машин на евро-номерах Евросоюза есть два пути в Украину – режим временного ввоза иностранцами и транзит. В большинстве случаев наши граждане используют первый. Это дает право законно ездить на таком автомобиле до года. Как правило, эти машины оформляются на юридических лиц. Допустим, юридическая компания в Литве, или в Румынии, или в Польше, или в Болгарии. Она на себя оформляет эти машины. И потом, как правило, сотрудники, ну это все могут быть сотрудники, возят ее на территорию Украины. Притом у наших граждан, которые покупают их, нету никаких прав собственности на данное транспортное средство. То есть они ездят на транспортное средство, сугубо владея техпаспортом, который тоже имеет срок действия. Через год нерезидент должен пересечь на этом автомобиле границу с ЕС и снова въехать в Украину. С точки зрения таможенных законов все процедуры соблюдаются. Но проблема с такими машинами все же есть. И, по мнению экспертов, создают их сами власть имущие. Вопрос третий. Кто лоббирует то, чтобы нельзя было нам ездить на доступных машинах? Это лоббируют депутаты, которые имеют отношение к автобизнесу, якобы отечественному. Адвокат Юрий Коникаев уже более года ведет три дела по европляхам. Сумма штрафов коллеглится от 550 тысяч до 2,5 миллионов гривен. На одного из его клиентов наложили штраф по сумме вдвое превышающей реальную стоимость автомобиля. Для тех, кто решил сэкономить на покупке машины, у юриста есть свой совет. При правильном оформлении документов законно ее оформить можно. Именно поэтому я всегда рекомендовал своим клиентам, например, не пользоваться схемой достаточно популярной временной ввоз до года, а смотреть в сторону транзита. Человеку выгоднее заплатить этот штраф 8,5 тысяч гривен, который предусмотрен за нарушение транзита, и единоразово, и не вывозить никуда машину. Он завез машину по транзиту, его оштрафовали, после этого второй раз его оштрафовать не могут, Конституция запрещает. И он себе продолжает ездить. У нас очень много машин таких. А вот автоактивист Алексей Булгару свою машину из Европы привез вынужденно. Предыдущие две сожгли из-за его общественной деятельности. Теперь он каждые пять дней пересекает границу, но о покупке все же не жалеет. Я приобрел этот автомобиль в четыре раза дешевле, чем такой же автомобиль стоит в Украине. Кроме этого, я его сделал за копейки, ну, те проблемы, которые были в нем. И я уверен, что автомобиль, какой у меня, такой же здесь, таких же годов, но у украинской регистрации, в намного худшем состоянии, потому что он эксплуатируется на наших дорогах. У нас ужасные дороги, у нас ужасное качество бензина. То есть, понимаете, там двигателю, украинской регистрации просто нет жизни. Активист уверен, что баснословные штрафы за евро-номера лишь результат нарушений таможенников при оценке товара. О стоимости машины должен говорить экспертный орган, но инспекторы чаще всего оценивают на глаз. Данный Кадиллак, который обсуждается, он не может стоить миллион, чтобы вышел три миллиона. Даже по нашим ценам, наверное, это слишком дорого для такого автомобиля. А уж тем более оценивать они должны по ценам европейским. Почему? Потому что автомобиль принадлежит другому государству. Он там максимум стоит, допустим, 200 тысяч гривен, к примеру. То они могли максимум наложить еще, допустим, 300 этих мытных пошин. Это будет, ну, 600 тысяч, но никак не 3 миллиона. При этом евроавтомобилисты, защищая купленное в Литве или Болгарии, кивают в сторону Стамбульской конвенции. Она дает возможность машинам с коммерческим использованием находиться в Украине до года. Но у таможенников свое видение юридических тонкостей. Дуже много говорится про Стамбульскую конвенцию. В этой конвенции сказано про то, что не резидент имеет право передавать свой транспортный средств другой человек для использования. А государство-участник может надавать такое право. Может, она не должна. По статистике инспекторы уже составили 32 протокола и наложили штрафов на общую сумму в 12,5 миллионов гривен, что должно было бы припугнуть владельцев евро-номеров. А тем временем Одесситка Никандрова проиграла в суде таможни и теперь вынуждена будет заплатить непомерную сумму за свой кодилак. При этом умалчивается, что, например, машины до 2010-го, кажется, года, их вообще нельзя растаможить. То есть начислять 300% от таможенных платежей, которые невозможно изначально уплатить, это, в принципе, мне кажется, правовым бредом. Адвокат хозяйки Кодилака на своей странице в Facebook заявил, что решение суда они обжалуют. И пока же в Одессе терят штрафы, проблему европлях начали решать уже на международном уровне. Литва пообещала способствовать Украине в расследовании законности ввоза таких машин.